Не все операторы у меня получилось запихать в эти категории, давайте посмотрим, что осталось. Ну, во-первых, это оператор присваивания. Оператор присваивания мы с вами уже встречали, и даже умеем его перегружать, но до этого, когда мы говорили про оператор присваивания, мы всегда подразумевали оператор присваивания объекту того же типа. То есть сигнатура оператора присваивания, которую мы рассматривали, она выглядела так. Мы присваиваем объекту ссылки на объект того же типа. Однако никто нас не заставляет присваивать объекту того же типа. Можно присваивать значению какого-то другого типа, например, значению некоторого типа B, который, может быть, никак не связан с A. Есть отдельная группа операторов, которых я назвал специальными. Первые две группы связаны с указателями. Это оператор звездочка-амперсант, операторы, соответственно, разменования указателя и взятия адреса. Это постфиксные операторы стрелочка доступа к члену данных по указателю. И оператор стрелочка-звездочка, который мы не встречали, поэтому я его пропущу. Есть еще три особых оператора. Это оператор запятая, точка и двоеточие-двоеточие. Но оператор точка — это доступ к полю объекта, например, здесь есть PX, то здесь используется оператор точка. Оператор двоеточие-двоеточие — это доступ к пространству имен. Обычно он используется, например, при записи полного квалифицированного имени метода. Например, A2.2.f — это полное имя метода, которое используется, например, при определении этого метода вне класса. Оператор запятая — это оператор последовательного выполнения. Если вы помните, иногда в выражениях не определен порядок вычисления. Если мы хотим этот порядок вычисления гарантировать, то можно воспользоваться оператором запятая. Например, можно написать какое-то подобное выражение. B равно A плюс равно C, запятая A плюс D. В данном выражении гарантируется, что левая часть оператора запятая, здесь используется оператор запятая, то есть не та запятая, которая, например, используется при вызове функции, когда мы передаем аргументы. Так вот, левая часть этого оператора запятая выполнится до того, как будет вычисляться правая. И в качестве значения всей правой части будет выдано значение последнего аргумента оператора запятой. То есть в B присвоится значение A плюс D, но до этого к значению A прибавится C. То есть оператор запятая называют оператором последовательного выполнения. Есть еще два интересных оператора. Это операторы скобки, которые позволяют реализовать следующие синтаксические конструкции. Если у меня есть некоторый объект, то определив соответствующего класса оператора квадратной скобки, можно определить следующую операцию. Взятие элемента по индексу, например, в некотором классе, содержащем массив. Ну, либо что-то совершенно не связанное с этим, просто синтаксически так выглядящее. То есть I здесь не обязан быть целым числом, может быть, объектом какого-то другого типа. Квадратные скобки позволяют использовать только один аргумент. А вот круглые скобки позволяют определить несколько операторов с различным количеством параметров, в том числе и с нулевым. То есть можно как передать значение такому выражению, так и какому-нибудь такому. 1, 2, hello. Еще один интересный оператор, это оператор приведения типов. Мы с вами говорили о том, что при определении конструктора класса А от значений некоторого класса B мы таким образом определяем приведение от объектов типа B к объектам типа А. Если мы хотим задать обратное приведение, то есть приведение от объектов типа А к объектам типа B, то может так оказаться, что мы не можем повлиять на класс B. Если мы не можем редактировать класс B, а он находится, скажем, в библиотеке, то мы не можем определить в B конструктор от класса А. Для того, чтобы решать эту проблему, используется оператор приведения. То есть определив оператор приведения от А к Б, мы можем задать такое преобразование. В одну сторону это задается конструктором, в другую оператором приведения. Еще один оператор, который мы встречали, это тернарный оператор, оператор с условием, здесь x это условие, и если x верно, то в качестве значения этот оператор возвращается в y, а если x это ложь, то возвращается в третье значение z. Последняя группа операторов, про которую я скажу, это операторы для работы с памятью. Это операторы new, new квадратные скобки, delete, delete квадратные скобки. Их тоже можно перегрузить, но про это мы в этом сегменте говорить не будем. Отмечу, что из всех операторов, которые я перечислил, нельзя перегрузить только три оператора. Это оператор . оператор . и тернарный оператор. То есть тернарный оператор тоже перегрузить не получится. Все оставшиеся операторы можно перегрузить, для некоторых это не так безопасно, как для других. Мы это обсудим на следующих слайдах. и тернарный окРа avez а коктейлью. Ск consigo и тормszych,